К нашему эфиру уже подключается российский оппозиционный политик, представитель форума «Свободная Россия» Иван Тютрина. Продолжим обсуждать с ним первые реакции российских властей на трагедию в Красногорске, а также то, кто может быть вероятным заказчиком этого теракта. Иван, здравствуйте, приветствую вас, спасибо, что присоединились к нам этим вечером. Добрый вечер, Мария. Форум «Свободная Россия» уже заявила, что случившаяся вполне может быть провокацией российских силовиков. Если бы вы могли развить эту мысль, что, на ваш взгляд, свидетельствует в пользу такой версии? Во-первых, я сразу бы хотел оговориться, что любые утверждения сейчас основаны не на фактах, а на контексте, историческом контексте, политическом контексте. Потому что понятно, что факты у всех одинаковые, мы все видели это видео, и данные идут самые, понятно, ужасные, но мало чем подтвержденные. Значит, дело в том, что на 2025 году правления Путина у нас все-таки есть уже определенный исторический опыт, и сейчас многие вспоминают теракт в Норд-Осте 2002 года, по-моему. Но, конечно, первым делом на память приходит теракт 1999 года, когда, значит, фактически было понятно, что он организован с участием российских спецслужб, и это стало основанием для начала Второй Чеченской войны. То есть определенные прецеденты есть, если мы там посмотрим на историю, это поджог Рейстага, после чего, значит, у Гитлера появилась возможность, скажем так, реализовать тот план, который был на тот момент задуман. Помимо этого есть политический контекст. Вот не случайно, не далее, как вчера, да, Песков, или сегодня даже утром, Песков впервые назвал происходящее в Украине, вторжение в Украину, назвал войной, спустя два года. Плюс были заявления о Шойгу, связанные с мобилизацией. То есть совершенно очевидно, что есть определенная заинтересованность у российской власти в том, чтобы получить повод, который позволил бы им сделать какие-то следующие шаги. В то же самое время украинской власти, если логически так рассуждать, категорически этот теракт не нужен и вреден. Потому что вот мы сделали свое заявление в Таллине, на конференции в Таллине, о том, что мы поддерживаем все виды силовой борьбы, но, естественно, кроме тех методов, которые бьют по гражданскому населению. И вот такое чудовищное, хлопнокровное уничтожение мирных граждан, оно, в общем-то, создает картинку, которая украинцам точно не нужна. Поэтому, в общем-то, политический контекст указывает на то, что вполне возможно, что российские власти готовят что-то. Теперь вот можно порассуждать, что они могут готовить. Это, конечно, основание для волны мобилизации. Совершенно очевидно, что никакого препятствия этой волне мобилизации сейчас не будет. А там нужно от 300 до 500 тысяч, по словам тех же самых представителей Минобороны. Ситуация внутри страны находится под полным контролем, что показали недавно прошедшие так называемые выборы. И вполне возможно, ситуация на фронте вроде как выглядела неплохо. Вполне возможно, что ситуация все-таки хуже, как многим кажется, и с точки зрения ресурсов, и с точки зрения военных перспектив. Поэтому вот такой казус Белли, такая провокация, которая может позволить российской власти реализовывать какой-то очень такой жестокий свой сценарий в Украине, вот этот случай вполне себе может использован быть таким образом. Поэтому ничего не утверждаем, но понимаем, что российской власти Путин лично мог быть заинтересован в подобного рода вещах. Действительно, наверное, прояснится в ближайшее время, в ближайшие дни, завтра, какова будет реакция российских властей. Но при этом уже в первых заявлениях Дмитрия Медведева, представителей Совета Федерации, звучало слово «Украина». Именно украинские власти, по мнению российских политиков, хотя сложно их так называть, были виновны в случившемся. В общем-то, эти заявления были сделаны без каких-либо оснований. Еще даже было непонятно до конца, что происходит в «Крокус-холле», о чем такая поспешность, на ваш взгляд, говорит? Да непонятно, о чем это говорит. В общем-то, они давно уже не скрываются и часто озвучивают и свои намерения. И, в общем-то, представителей диктатуры надо слушать. Очень часто их слова, они часто несут больше содержания, нежели какие-то смысловые завесы от политиков, которые пытаются, западные политики, которые пытаются более аккуратно слова подбирать. Эти уже отвязались, терять нечего, абсолютно чувство безнаказанности. И, с одной стороны, конечно, Медведева используют как такого безумного кровавого клоуна, который там уже говорит все, что ему в голову взбредет уже на протяжении какого-то количества времени. Тем не менее, общий тренд понятен. И я очень сильно удивлюсь, если этот теракт не будет повешен на украинцев. То есть, к этому все подведено. И, как бы, я думаю, что в течение ближайших часов мы услышим уже официальную версию, которая однозначно будет включать в себя украинский след, скажем так. Константин Малафеев, российский православный олигарх, который поддерживал аннексию Донбасса, заявил также в этом ключе, что необходимо нанести ядерный удар по Украине. На ваш взгляд, это какая-то своего рода политическая истерика российских радикалов и ястребов или действительно каких-то настолько страшных шагов можно ожидать от Кремля после случившегося в Крокусе? Вы знаете, я вот с коллегами обсуждал по форуму, мы пытались анализировать. Все-таки опять у нас достаточно мало вводных. И люди из нашей команды, обладающие таким, во-первых, достаточно серьезным пониманием процессов глобальных, и обладающих информацией, вот здесь прогноз был неутешительный. Высока вероятность того, что российская армия, с учетом мобилизации, которую они проведут, они попробуют стереть Украину с лица земли и, ну так, образно выражаясь, но фактически попытаться организовать новое глобальное наступление с использованием разного вида бомб. В общем, сейчас это они могут использовать для основания для того, чтобы, в общем, нанести по Украине сокрушительный удар. И здесь, конечно, роль Запада чрезвычайно высока, потому что в случае, если они все-таки на это пойдут, а заявления вот таких как бы радикальных элементов, зачастую неадекватных, ими не нужно пренебрегать. Они, с одной стороны, тестируют общественное мнение, а с другой стороны, в общем, указывают определенное направление. К сожалению, вероятность очень плохого сценария и ужесточения войны, значит, и давления на Украину со стороны России, такая вероятность достаточно высока. Сейчас действительно крайне малопонятно о том, что происходит в самом Крокусе, что происходит возле силовики, оттеснили журналистов, которые работали на месте событий, на месте совершенного теракта. Что бы вы посоветовали тем россиянам, которые сейчас с тревогой наблюдают за тем, что происходит в Красногорске? Это первый за долгое время крупный теракт в России с десятками погибших, с сотнями раненых, который непонятно даже в данный момент, прошло уже пару часов, непонятно, кто его совершил, куда ведут следы, силовики говорят, разводя руками, что не знают. Ну, если говорить, что бы я посоветовал, я посоветовал бы, мы заявление об этом написали, не следовать официальным заявлениям российской власти. Потому что понятно, что подробно расскажут, что и как, но не нужно в это верить. Совершенно очевидно, что правды от российской власти этой власти вы не услышите. Второе, конечно, что сразу приходит в голову, к сожалению, большое количество россиян, для них война вот такая, да, и жертвы гражданского населения, они где-то там, это где-то вот там в Украине происходит, а мы здесь живем своей нормальной жизнью, ходим на концерты, вроде границы далеко. То есть у жителей Белгорода и Курска у них уже отношение изменилось несколько месяцев назад, но у многих россиян это была какая-то такая, знаете, отстраненная история. К большому сожалению, вот сегодня мы сталкиваемся с тем, что гражданские лица, люди, дети вот гибнут. Вот вы оказываетесь в ситуации большой войны, война приходит туда. Другое дело, что, скорее всего, ее приносит ваше собственное правительство, но тем не менее, как бы вы, мы вот там. Если кто-то думал, что это вот такая, значит, история в Украине, которая вас не коснется, мы с самого начала говорили, что это глобальная катастрофа, это большая война, которая затрагивает миллионы, десятки миллионов людей, как в Украине. Сейчас это все больше и больше касается россиян, и это касается вообще всей системы международной глобальной безопасности. Поэтому не верьте, и, наконец, надо, понимаете, надо протирать глаза, и нужно все-таки осознать, в какой катастрофе Путин подвел вашу страну, нашу страну. Да, действительно, страна горит сейчас, по-прежнему не могут потушить пожары в Крокус-Холле, и крайне мало известно о том, что там происходит. Спасибо за ваш комментарий, и спасибо за то, что проанализировали для нас, наших зрителей, сложившуюся в том числе и в России, просто глобальную ситуацию. Иван Тютрин, российский оппозиционный политик, форум Свободной России был с нами на связи.